Итак, возраст и стиль. На вот этой иллюстрации представлены два сета, две композиции одежды и аксессуаров, и, соответственно, я бы хотела попросить вас обозначить возрастные категории первой и второй. Можно просто первый вариант, единичка для такого возраста, двоечка для такого возраста. 15-30. Так, интересно, согласна. Угу, угу. Это иллюстрация того, что действительно стиль — это не то, что будет вашим универсальным каркасом на всю жизнь, то есть, естественно, он со временем вашего взросления и освоения каких-то новых ролей, он трансформируется. И одна из ошибок в создании стиля — это именно несоответствие. Когда человек немножко застревает в прошлом периоде или ускакивает вперед, и вот это несоответствие является очень, как сказать, неприятной досадной ошибкой, когда не по возрасту ваша стилистика, которую вы предпочитаете. Кто-то застревает в студенческом стиле, кто-то, наоборот, в юности стремится очень быстро повзрослеть и быстрее-быстрее достигнуть какого-то зрелого возраста, чтобы более яркие, эффектные какие-то вызывающие вещи носить и так далее. Также очень важным моментом является то, как меняется цветовая гамма, когда вы проходите различные возрастные этапы. Я не имею в виду индивидуальную цветовую палитру, я имею в виду именно те части ее, которые будут проявляться в разный период. Вот у меня здесь, я вижу, часть из вас — это мои клиенты, по именам не всех могу знать, но вот Роза и Юлия, я очень, как сказать, уверена, что это именно, как сказать, мои ученицы, и им легко будет понять, о чем речь. Дело в том, что ваша индивидуальная палитра включает в себя и яркие, и светлые, и насыщенные, и, скажем так, нейтральные тона. Так вот, те иллюстрации две, которые вы видите перед собой, на самом деле могут относиться к одной и той же цветовой палитре, но в левой стороне использованы светлые и яркие оттенки из этой палитры, а во второй использованы более базовые, более глубокие, более сложные цвета. Скажите, кто-нибудь из вас вот встречал такое понятие «сложный цвет» или «простой цвет»? Это поможет вам понять, скажем так, как с возрастом будет меняться цветовая гамма. Встречались с таким понятием «сложный цвет»? Ну, по-видимому, не часто. Так вот, с правой стороны предложены именно сложные цвета, которые более глубокие, в них чувствуется примесь различных оттенков. Они часто бывают затемненными, и они связаны с проявлением, женским проявлением в более зрелом возрасте. Для юной девушки такой цвет будет излишне тяжел. И наоборот, если мы возьмем, в общем-то, молодежную гамму, светлую и яркую, такую нежную, какую-то девически прозрачную, то, естественно, на зрелой взрослой женщине такое цветовое сочетание будет смотреться нелепо. Поэтому даже имея свою индивидуальную цветовую палитру, будь то летняя, зимний там колорит, осенний, вы все равно, проходя различные периоды жизни, понимая, что вы уже здесь повзрослели, здесь нужно освоить какой-то новый образ или какую-то роль, обязательно следите за тем, чтобы вы не застревали в одном и том же периоде, меняйте, ищите более актуальное на сегодняшний момент. И в качестве примера я приведу, конечно, понятно, что у молодежи очень в юности там много можно найти разнообразных ошибок. Я приведу пример на зрелых женщинах. Посмотрите, и здесь, и слева, и справа фотографии достаточно таких зрелых женщин. Здесь и там шляпы, да? Тут платье, тут пальто. Но почему-то с левой стороны женщины выглядят немножко неадекватными, с правой стороны женщины выглядят очень элегантно. С чем это связано? Ткани и крои платья вот с левой стороны больше подошли бы для девических форм. То есть вот эти легкие струящиеся ткани, подчеркнутая талия. Да, конечно, может быть, для летней какой-то там прогулки, но палитры, вот сложный цвет еще серый и светло-зеленый, да, но ткани очень тонкие, и они обнажают те недостатки, которые в зрелом возрасте все-таки уже существуют. С правой стороны дама у нас в пальто, и четкие линии, более плотная ткань делают ее образ благородным, исполненным достоинством. И шляпа, представленная на ней, более элегантно, четких линий, более плотных форм. Почему это важно? Потому что более плотная ткань помогает скрывать различные недостатки и делает образ четким и элегантным. Поэтому вот эти два примера могут показать, как несвоевременное использование различных особенностей ткани, кроя и одежды приводит к общей потере элегантности образа.